Как бы статусского дурака, он называет его как шмеляк. Такие богатые люди, они и есть дурачки. Ребенок 4-х летний там красивее нарисует. Можно я закончу? Он что, раб что ли? Граничить со слабоумием. Привезли, отвезли, сделали. Блин, вы всю тему золотых устазов обсуждаете. Глупо. Глупо, не глупо. Этот рынок есть, как бы то ни было. Да, этот рынок есть, но он существует. Я же из-за таких лохов, которые бездумно готовы переплачивать. Но просто за вот этот статус. Статус чего? Статус дурака или что? Это как анекдот, помнишь про нового русского? Если у тебя машина за миллиард, ты не станешь от этого умнее. Она не станет ездить быстрее из-за того, что она за миллиард. А я бы вот это не сказал. Не, ну есть, грубо говоря, та 100 лошадей и та 100 лошадей. Да. Машины за миллиард не продаются в комплектации 100 лошадей. Нет, ну мы понимаем. Не, ну я образно. С такими же параметрами. Характеристикам, которые будут не уступать ей. Ну грубо говоря, функциональность золотого унитаза и обычного паянсового. Какать ты в них будешь одинаково. Понимаешь? Но есть как бы унитазы, которые не золотые, грубо говоря. Но он тебе песню споет и жопу тебе вымоет. И он будет стоить гораздо дешевле. В чем функциональность его? Это просто кичь. Не функциональность, статусность. Так а в чем статусность? Ну я же говорю, это ну как бы статус кого? Дурака? Что ты кричишь? Да мать его. Хотят покупать, ну люди. Хай не покупать. Ну в этом рынке жены будет существовать только потому, что будут такие лохи, которые готовы заплатить за это. Сколько раз ты уже это повторила? Не лохи я тебе говорю. Ну а какой? Статус кого? Я же говорю, статус кого? Мать, ты говоришь, как будто они не понимают, что они переплачивают. Они понимают, что они вкидывают бешеные бабки в какую-то лютую хрень. И они понимают, что это делают только они. И все. В этом-то и различие, что такое себе могут позволить только они. Я думаю, что отчасти ты не прав. Я думаю, что отчасти, что некоторые, совершая неразумные покупки вот эти вот, они вообще даже ничего не понимают. Вообще ничего не даже в голову не приходит. Ты думаешь, что человек, который воровством, без разницы чем, заработал миллиарды, миллиарды. Он не понимает ценности вещей, да? Да посмотри на медвежонка, как зато, например, глаза два шмеля. Да. Понимаешь? Он тупой. Он действительно выросл на компьютерах. Он сказал, дитё, малый. Хотя денег там немерено. А денег немерено, понимаешь, кроссовки. Купить кроссовки. Тайфон улет, радуется. Как Колобокова крутит со всех сторон. Глазарит как два шмеля. Не, ну сравнили вот этого тупорылого Самвэла еще с кем-то. Но Самвэл далеко не глуп. Далеко не глуп. Он не глуп. Он просто преподносится, может где-то как-то. Ну, у него башка, ну, соображает, ну, гораздо круче множе. Он рассуждает, когда он серьезно исключает. Взять хотя бы Тима Кука, Гейбан Юэл. Они тоже не грешат иногда тем, что покупают дорогие вещи. И делают необдуманные поступки. Но все равно. Как бы это не делает их глупыми или плохими людьми. Это делает их просто прикольными. Ну, как Самвэл, грубо говоря, купил Софу за 27 тысяч, да? Он на этой Софе, ну, 1150 поднял, наверное, на контенте про Софу. У него сколько видео было про эту Софу, я не знаю там. То есть он ее отбил не один раз. Не один раз. То есть он, как бы, может, и купил ее, ну, явно задорого, явно переплачивая, но он ее отбивает. Он все вот эти покупки неразумные отбивает. Ну, благодаря вот этой, я не знаю, хайпу или как оно. Да, да, да. Сейчас начинает доказывать это дерьмо, но... Да, да. И видео продвигает этим. Комментарий много. А как он за 700 евро купил эти? Лампочки чешу. Даже не из этого. Даже не из мрамора эти ножки. Это, говорит, не бронза, а какой-то пластичный. Композит. Но это они не обещали, что из мрамора. Давайте болгаркой отбилим, говорит. Да, да. Антиквар болгаркой давай. Да, болгаркой давайте отбилим. Ну, просто, что зачастую, то есть, ну как, даже как... Самвела глупость. Да, ну это даже, как бы, даже, ну, глупости это трудно соотносить. Да, это скорее всего так, прикол, я не знаю, что такое. Нет. Глупость тоже, ну даже не глупость, но какое-то другое слово. Просто его часто многие люди, они просто тупо пользуются его, ну, как бы, пробелами какими-то в знаниях. То есть, ну, как бы, добротой его, ну, как бы, наивностью какой-то. Они его просто как лошаду разводят, они говорят, вот так вот надо делать так хорошо. Купи за 100 тысяч. Он ведется. Это называется наивность. Ну, может быть. Наивность, то есть, ну, как бы. Ну, это есть у него, да. Но человек, он не глупый и не плохой. Далеко не глупый. Ну, просто он, как бы, сам, он приехал из села, то есть, ну, как бы, он жизни, по сути, никогда не видел. То есть, ну, как бы, он жизни, по сути, никогда не видел. Он хочет ее хапнуть, полная ложка. Он хочет ее хапнуть. Он считает, что если он купил за дорого, то это будет лучше, но оно не будет лучше. Так вот, не путай таких дурачков и реально богатых людей какой-то. Так он богатый. В большинстве людей, вот такие богатые люди, они и есть дурачки. Как тот же медвежонный. Да дорвались до этой миски. Они цены им не знают. А у денег в вас нету, сыночек. У денег в вас нету. Можно купить качественную, хорошую. Весь, да, не как бы. Задешево качественную, хорошую вещь ты не купишь. Совсем задешево. Но какие-то неразумные деньги за нее отдавать. Как люди там есть, я не знаю, по 100-200 тысяч за очки. Ну то есть от солнцезащитные там отдают там, знаешь, ну как бы. Или там, ну неважно, там, для зрения, оправа. Но это же вообще неразумно. Это какой-то бред. На уровне, знаешь, это новый уровень шизофрении. Ох. Или как, знаешь, платье какое-нибудь, там, знаешь, от кутюр. Хоть Дон Чегабана, хоть кто. Да хоть сам Дон Чегабана его, знаешь, шил там, при свете лучины, знаешь, ну как бы вручную. Хоть что, но не стоит оно столько денег. Ира, а вот как ты говорила, тебя не брать? Такой контент еще пропал. В этом-то и прикол, что оно не стоит столько денег. Его продаются такие деньги. Да, да, да. Это плох. Плох, потому что большинство людей, которые это покупают, и даже ценности не представляют себе их. Вот когда люди покупают картины, к примеру, там, допустим, предметы искусства, они в этом вообще не разбираются. Потому что вкус вообще отсутствует полностью. У предметов искусства вообще нет цены. Не должно быть цены. Нет, ну есть же такие вещи, которые продаются. Потому что если ты оцениваешь предмет искусства, он перестает быть предметом искусства, а становится предметом обычной таблицы. Нет, подожди, Андрюш, есть же люди, которые, к примеру, владеют, имеют частную коллекцию, и они предоставляют эту частную коллекцию какому-то музею, то есть они выставляются. Но это принадлежит, допустим, условно, какой-нибудь Иванов купил какую-нибудь картину и позволил Лувру ее выставлять. Ну то есть он им как бы, ну типа дал в аренду им, ну за бесплатно такой, меценат такой, ну типа джентльмен на 10 минут. То есть он не готов подарить, но он готов ее как бы вот выставлять. То есть она по факту принадлежит ему, как предмета искусства не может быть цены, может. Когда предмет искусства начинают продавать, он становится обычным ширпотребом. Нет, ну хорошо, но есть же картины, которые стоят очень много денег, но они оценены, кем-то же они оценены. В том-то и дело, что никто не может оценить предметы искусства. Люди, которые оценивают предметы искусства, это самые бесполезные люди. Ну я с тобой согласна совершенно, но вопрос заключается в том, что вообще кто это определяет. Не, ну цена искусства того, то сколько за него готов человек сегодня дать, это и есть цена его. Ну та же, не знаю, там Монализа или кто там, да, ее же есть цена какая-то. Конечно, есть цена, но нельзя сказать, что это не искусство. Как у картины этой, ну как бы вот эта вот, которая известная, вот эта белая, розовая, красная, тоже там сколько она стоит. Ну неважно, пример, да. Эдвард Мун, Крик, ну там же такая мазня, там ну как бы ребенок четырехлетний там красивее нарисует, если даже не будет стараться. То есть там же, ну вообще уродство какое-то. То есть, ну, я не говорю там картины, которые действительно там, ну, которые похожи. Не, ну факт тоже, говорим о том, что цена-то и есть искусство. Да, цена у него не есть. Даже действительно есть красивая картина, которая имеет ценность, но она имеет цену. Имеет цену, в любом случае. Давайте еще решим, что то, что вам не нравится Мун, это чистый субъективизм. Ну, может быть, это искусство какое-то, но оно странно, я его не понимаю. Я согласна, я его не понимаю. То есть мне даже больше понятно. Я могу говорить, что субъективно мне не нравится вот такая-то картина. Нет, так, а я об этом и сказала, что мне не нравится, да. Я же не говорила, что всем не нравится. Я сказала, что на мой взгляд, ребенок четырехлетний нас нарисует лучше и красивее, чем это сделал товарищ Мун. Я так и сказала. Поэтому предметы искусства нельзя продавать, у них не может быть. Если они продаются, это факт. Это факт состоящийся. Я говорю, что они не продаются. Я говорю, что нельзя продавать. Нет, хорошо, ну, к примеру, я владею. То есть мне досталось, ну, к примеру, там, допустим, вот я товарищ Иванов. Мне в наследство, то есть, ну, как бы, я вот, ну, грубо говоря, там, допустим, какой-то пра-пра... Нет, я какой-то пра-пра-пра, там, ну, как бы, пра-пра-пра, какая-нибудь пра-внучка Ван Гога, допустим. Его со временем, то есть спустя, там, много лет, когда его уже не стало, его признали, то есть, ну, как бы, ну, каким-то великим, то есть, ну, как бы, иением. Соответственно, его картины стали достоянием, ну, как бы, вот, такого, ну, как бы... Востребованы стали. Да, востребованы стали, то есть, ну, как бы, соответственно, они приобрели какую-то определенную ценность, и каждая галерея, там, допустим, каждый музей пожелал бы получить. Но я, допустим, не готова продавать их все, но понимая, что у них есть какая-то ценность, то есть, если вдруг у меня их украдут, или вдруг случится пожар, или еще что-то, то есть... Они сохранятся в определенных условиях, потому что температура... Они сохранятся в определенных условиях, то есть, соответственно, я обращусь специально к специально обученных людей. При чем тут продажа? При чем тут продажа? Ну, про цену же говорим. Мы сейчас говорим про цену, как определяется цена. Я же говорю, что нельзя определить цены... Ну, как нельзя? Да очень легко. Если больше не дают, значит цены ей больше нет. Если дают миллион-два, не дают, значит цена миллион. Чем отличается нарисованная от всей души картина каким-нибудь неизвестным художникам, которая не будет уступать? Или вот фотография картошки, которую продают за два миллиона? Я не шучу сейчас. Я не против. Фотография картошки продают за два миллиона. Человек вложил в нее больше души. Поэтому я считаю, что нельзя оценить эту картину, которую он потом продает в Пятигорске где-нибудь за полторы тысячи рублей. А кто ему мешает продавать ее за два или за три миллиона? Если у него получится, ну пусть он это имя нарабатывает. Зарабатывает, как тот заработал. У него же тоже не было. Был же тот период, когда и того не было. В 98% случаев автор живет в бедности и становится известным только после смерти. Это всем известный факт. Сейчас никому Америку не открыт. Ну и что? Причем тут цена? То есть на сегодняшний день его картина стоит полторы тысячи, через сто лет она будет стоить миллион. Кинофильмы, скульптуры, музыка, картины, любое проявление искусства, любое проявление искусства должно быть бесплатным, общественным, мировым. Человек работал, рисовал. Нет, подожди. Люди работали, снимались в фильме. Нет, ну я тебе привожу конкретный пример. Вы не дали мне закончить ни один, ни другой. Вы все время меня перебиваете. То есть вот смотри, у меня остались картины. То есть, ну к примеру, там, допустим, какой-то прапрадедушка мы передавали из поколения в поколение. То есть потом, спустя сто лет выяснилось, что он какой-то гениальный художник. Ну вот как бы вот просто гениальный художник. И я вот хотела бы, то есть, ну как бы, я вот такой вот я благородный человек. Показала, что ролик выскочет. И я хочу дать возможность, вот как ты говоришь, музею там какому-нибудь, одному, другому, третьему, пятому, десятому, бесплатно смотреть на это все. Но может же случиться так, что в этот музей придет какой-нибудь идиот, знаешь, обольет эту картину кислотой или украдет. Ну я же должна как бы, ну компенсировать эти, то есть, ну как бы, ну свои там... Возможные риски. Возможные риски. Соответственно, я за... Можно я закончу? То есть я, значит, обращаюсь к специально обученным людям, которые, то есть, ну как бы, производят оценку этого всего, то есть оценку всех этих рисков. На сегодняшний день. На сегодняшний день, то есть на текущий момент. Из этого складывается цена. Что если вдруг с ней что-то случится, они мне будут обязаны, то есть это галерея там или... Хорошо, а как она вот сложится, если, допустим, твоя картина нафиг никому не упала? Ну вот ее и цена. Вот ее и цена. Вот ее и цена. А кто определяет, вот кому этот, что начинается, допустим, стартовый лот, продается там за 7 миллионов долларов? Кто это определяет? Я не знаю. Не, ну это же тоже оценщики или как? О, бля, сколько сил художник... Андрюш, это моя идея. А тут не в силе, а в популярности, востребованности. Да, по востребованности, популярности, то есть это, наверное... Наверное, это неправильно. Ну, неправильно, как и ты говоришь, я с тобой не срабатывал. Не, ну если человек всю жизнь я зарабатывал имя... Он срабатывал себе имя, знаешь, а потом, ну как бы, это станет... На его в равен поставят с этим, который в Пятигорске продают. Который в Пятигорске картины рисовал. Первый раз нарисовал, или как? Ну, получается, что его, ну как бы, труд вообще никак не оценен? Он что, раб, что ли? Нет, я не говорю, что его труд никак не оценен. Просто я считаю, я считаю, что нельзя переоценивать и недооценивать предметы искусства. Они должны быть равноценны по отношению друг к другу. Ну, тут я с тобой тоже не согласна, как бы, ну знаешь, но есть откровенные бездари, даже среди тех, которые, ну, допустим, в Пятигорске картины, есть реально шикарные. То есть, ну, как бы, когда ты подходишь и понимаешь, что у человека хочется прямо залезть и понять, знаешь, ну, как бы, к одному хочется залезть и понять, что у него в голове, как же там жерстереночки крутятся. Потому что ты реально понимаешь, что там у человека дар. Ну, как бы, вот свыше или руки из нужного места. А другому, знаешь, хочется залезть, посмотреть в башку, сказать, блядь, нихуя себе там, вот это, знаешь, замучено. Вот это там, такой замут, скажи, вот это да. Вот это там протечка, то ли вся крыша, то ли только веранда подтекает. Не, ну, тоже скажи, что это субъективно тебе так покажется. Не, ну, опять же, на том же Пятигорске два художника стоят. Понятие красоты, Андрюша, понятие чувства красоты, чувства прекрасного нет, Андрюша. Понятие красоты... Как ты мне докажешь, что красота объективна для всех? В большинстве случаев, большинство людей, как бы, если вещь красивая, то большинство людей посчитают, что... А чем больше людей она оценивает, тем дороже эта вещь. А большинство, это не значит, что это правильно. А дело неправильно, если оценишь, речь. Большинство оценивает это как... Оценивает это как... А больше хотят, как хочет ее приобрести, соответственно, цену ломит. Или считает это красиво. Даже то, что тебе не понравилось, ему не понравилось. Допустим, всему городу не понравилось, найдется один конкретный человек, которому понравилось это. Ну, вот он по тысяче и продает этому человеку. А когда 10 придут, аукцион устроят... Можно продать за миллион. Когда каждый из этого миллиона людей... Ну, продают же, ну как... Не, ну у него же тоже должна быть какая-то цена. К примеру, вот если я владею этой картиной, то есть... И я вот готова добровольно... Вот поэтому никто не должен ими владеть. Ну, как никто? Ну, я нарисовал, это моя картина, как я не могу... Как я не могу ей владеть? Ну, ты вообще интересный. Тогда тихонько смотри на нее дома. Я осознавал, что ты и не владеешь. Сапчик. Тону. Ладно. Я мысль твоя, Андрюш, мне твоя мысль понятна. Ну, она как бы, по-моему, чуть не доработана, что ли. Она не доработана еще. Мне твоя мысль понятна, что ты хочешь, чтобы все предметы искусства, то есть, ну, как бы не было у них, по сути, владельцев. То есть, ты хочешь, чтобы это все, ну, как бы, чтобы каждый желающий мог прийти там в музей бесплатно пойти посмотреть, там, посетить... Ну, или цена была приравнена. Или еще что-то. Ну, это значит, грубо говоря, на одной картине три бабочки и на этой картине три бабочки. Они стоили по 500 рублей. А если у этого четвертая бабочка, она стоила 600. Ну, утрированная какая-то мерила общая была. Нет, он, если я его правильно поняла, он хочет сказать о том, что вот когда, допустим, ну, как открывалась Петяковская галерея, то есть, если я правильно его поняла, то смысл примерно такой. Вот был, допустим, ну, как бы купец, да, который, как бы, это вот с него началось все, да, то есть он стал стягивать, заниматься стяжательством, покупать вот эти предметы искусства для того, чтобы соединить их все в одном месте, для того, чтобы каждый желающий, любой, то есть, ну, как бы, там, не бегать по дворам, не искать, а у тебя там что-нибудь нарисовано, а дай мне посмотреть, ну, то есть, чтобы каждый любой желающий, приезжий, там, не приезжий, местный мог прийти в любое время, там, и наслаждаться, то есть, ну, как бы, вот этим прекрасным. То есть, ну, я так поняла его, то есть, ну, как бы, что он примерно, как бы, об этом, ну, то есть, что это все доступно должно быть, что это должно быть, ну, как бы... Ну, человека труд должен же как-то оплачиваться. Как-то оценен, безусловно. Ну, оплачиваться не оценен. Мысль прекрасна, но она недоработана. Ну, человек всю свою жизнь, он тупо есть, что-то должен. Да, что-то, знаешь, не Ван Гог, ничего не жрали, умерли в бедности. Не, ну, не повезло. Не повезло, а сейчас они, этот, очень цели. Ну, их не, как их называют? Не работает твоя логика, что... Почему не работает? ...оплачивается их работа. Она не оплатилась, они умерли бедными. Не, я понял, ну, их наследникам, значит, ради них оно получилось. Там дети, не дети, кто-то. Никто наследство их не получил. Картины были украдены, 300 раз перепроданы, и сейчас содержатся в частных коллекциях у каких-то жирных ублюдков, которые сидят дома и смотрят. Вот, знаешь, вот у них тут телек, чипсы, пиво и Ван Гог. Не, ну, опять же, заработал тот, кто украл, заработал тот, кто продал, и все такое. Не, ну, пускай, это надо найти, кто украл, он противозаконное действие сделал. И вернуть эту картину, ну, как владельцу, там, внуку или кому. А вот на этой цепочке надо ловить того, кто, как украл. Да, да, то есть... Он нарушил закон. Да, да, то есть... Совершенно верно. То есть это тут виноват от того, кто, ну, как, не может найти или как? Мы сейчас, ну, как бы, ну, как говорим, там, ну, приткнулись, как бы, к одному конкретному. Ну, их же много было, таких художников. То есть среди наших, там... Да почти все, да. И среди наших, то есть, ну, как бы, художников. Ну, не всех же картины украли, там, знаешь, и... Да, но все они были бедны. То есть в свое время, то есть большую известность, я с тобой полностью согласна, в 100% случаев, то есть они проживают, влачат нищенское существование, то есть вынуждены доказывать, ну, как бы, ну, то есть то, что они, как бы, чего-то стоят в этой жизни, но никто не видит, не хочет рассмотреть, то есть нету никакой помощи. То есть, ну, здесь в этом случае хороша поговорка такая, знаешь, таланту надо помогать, бездарности пробьются сами. Но никто не хочет помогать талантам. Это доказывает и сейчас и телевизор, и вот эти, и песни, и он, и танцы, и все остальное. То есть, ну, как бы, везде одни сплошные бездарности, они, он, типа Оли Бузовой, они везде, на всех каналах, то есть, ну, как бы, везде поющие трусы эти скачут, а те, которые действительно, там, знаешь, какие-то группы, которые, ну, были бы интересны, то есть, какие, которые, ну, как бы, пишут какие-то тексты, то есть, что-то вкладывают, то есть, там, душа какая-то заложена, то есть, они сидят по гаражам, никому неизвестные. Мне не нравится то, что из искусства сделали предмет торговли. Допустим, кто-то снимает кинофильм не потому, что он хочет показать какую-то идею. Кто-то снимает кинофильм, а потому что хотят заработать денег. Это логично. Вот это мне не нравится, потому что искусство стало коммерцией. Андрюш, ну это всегда так, ну согласись, допустим, ну было бы глупо это, ну как, это глупо просто, ну как. Любая работа коммерция, любое действие. Выполнять какую-то работу, то есть, ну как бы, и, ну я же, извиняюсь за ворожение, не в Красном Кресте работаю, то есть, я не волонтер же. Мне не нравятся сами те люди, которые идут в искусство только ради баблища. Так все идут на работу ради баблища? Все идут на работу ради баблища, все хотят зарабатывать. То есть, ну как бы, если я художник, я рисую, и рисую хорошо, и понимаю, что я лучше многих вот этих бездарностей, конечно, я хочу зарабатывать больше, чем они. Ну это просто... Работать и не хотеть на этом заработать? Да, зарабатывать, ну это глупо. Это знаешь, это как бы, это тогда... Да у Нита хромосома что-то такое. Да, художник без мозга, без головного. Ну как бы вот, совсем без мозга. Он покупает краски, холст. Да, да. Он потратил много времени на образование или как, на учебу. Да, и потом, ну как бы, за это ничего не получать, но это тоже глупо. И не хотеть ничего получать, это глупо. Я не говорю, что он не должен ничего получать. Я... Я не сказал ни разу, что нельзя за это вот платить, как бы... Я говорю, что идти с намерением только зарабатывать... А, так мы с тобой в этом согласны. Ну то есть, мы с тобой в этом согласны. Только ты меня не услышал. Нет, ну просто с намерением все идут заработать. Ну просто их надо туда не пускать Только с намерением Но если они бездарны, зачем их там продвигать Ну как толкать и все такое Ну так я же говорю, в этом случае То есть я же почему Такие люди всегда будут, и в любом, не только в искусстве Это в любую работу будут Их в прокуратуру идут, лишь бы как ради заработка Ну к примеру, утрировано И идут Не по призванию, а потому что заработать И на врачей идут учиться Не, ну это везде, это в любой структуре Есть такая стезя Ну есть так прослойка населения, которая идет просто ради денег То есть не таланта, не ума Как правильно сказать, да Но они идут, но это и в искусстве Там не знаю, в медицине Но это проблема не искусства Это проблема людей в принципе Как-то так Ну я же, мы с тобой и не спорили Но как бы, но совсем Такое бескорыстие То есть значит я буду тратить свое время То есть ну как бы буду Ну тратить там, допустим Ну нервы свои То есть там еще чего-то как-то То есть для того, чтобы получить это признание То есть ну как бы для того Вкладывать свои силы, душу как бы Естественно я хочу что-то, какую-то отдачу получить Ну в виде каких-то финансов Пусть допустим Я готова положить там допустим Свою жизнь, чтобы мои потомки То есть ну как бы жили безбедно Потом и радовались этому Ну как бы и считали, что О, ну как бы вот смотрите там Ну он или она там смогли Вот спасибо Ну вот как-то так Ну совсем как бы знаешь Ну такое как бы бескорыстие Ну это я же, это так, это знаешь Ну как бы это Горя от ума какой-то Граничить со слабоумием Да, со слабоумием Ну то есть просто Вот я буду, ну я же не волонтер Солженицына читала Того? Солженицына Ну и что? А ты знаешь, что Солженицын Должны были дать Нобелевскую премию Ну и что, даже если Ну и что дальше А знаешь почему ее не дали? Ну почему? Из-за государства Ну и что? Ну и что? В итоге, несмотря на общую признанность Все его потомки сейчас живут в говне В бедности и нищете Ну и что? Ну и что дальше? И такое же продолжается до сих пор Как бы деньги с искусства все равно получают левые люди Так мы об этом и говорили Об этом и говорили Что есть та прослойка, которая ну Ну да Как правильно сказать? Ну как бы мы с этим и не спорили Ну то есть ну как бы мы с этим и не спорили Ну просто так, как ты рассуждаешь Ну как бы как ты рассуждаешь Что вот только знаешь, оно должно быть Вот значит я буду херачить То есть ну как бы стараться там писать, рисовать, учиться Ну неважно там Или придумывать какие-то музыкальные произведения Буду тратить свое время Есть другое, более элегантное решение Сделать вход в музей просто платным И из этих денег выплачивать художникам Так ты туда попробуешь в музей повесь Картину свою Он так и будет переходить в Пятигорский стоятель А Бузова будет сидеть в этом музее Сейчас Сотрудники полиции Разбираются С делом О пропаже картины Жорик говорит, ору тюня Пропажа из Третьяковской аллере Разбираются, как она туда попала Гоняет кроликов Они не сильно боятся Да он не знает, что не дотянется Машка так она вообще сядет Скажет, что это дурак Уже привыкла, он же под ней лазит Червячком Мяч нашел, схватил Чиполовинку Через мяч Кусок какой-то Ладно, да Поговорили Ой Ой